Иногда под покаянием, разумеется, надо перечислить, начну по пальцам. Да нет же! Тут никакого перечисления не нужно, когда я весь грязный. И вдруг в соединении с этим чистейшим, велоснежным, я, как же я могу быть весь в грязи и стать рядом? Вот о чём! Вот чувство покаяния должно быть! Вот! Это чувство покаяния, оно даёт возможность более правильной молитвы. И вот эти молитвы, которые перед причастием, они помогают. Вот эти три канона, да чего же они хороши? Эти каноны, особенно Иисусу Сладчайшему и Божьей Матери. Да чего же хороши эти каноны? Канон перед причастием! Замечательный, да! Молитвы! Некоторые из них, конечно, очень большие для человека, для человека, так сказать, ну, ещё неподготовленного к этому, да. Для них это может быть очень много. Можно, можно священникам молит, священник скажет, можно не все прочитать. Ведь эти молитвы, как составились они все вместе-то? Просто собрали. Святой, вот читал Василий Великой, вот эту молитву, и всё. А потом взяли все. Я за того, свутай, эту молитву читал. А мы взяли и собрали все вместе. Ну, пожалуйста, прочти две-три молитвы. Можешь все прочти, очень хорошо. Но самое главное, вот с этим чувством страха Божьего и покаяния. Вот как, с каким, так сказать, состоянием души надо подходить к причастию. Вот с этим состоянием души. Я не говорю о других вещах, о таких, что надо примириться, если с кем-то враждуешь, конечно. Что нужно действительно покаяться перед священником в каких-то грехах, которые совершил. Это, ну, это просто, это само собой разумеется, поэтому я так не упоминал специально. Вот так. И остави нам долги наши, як уже и мы оставляем, в душе своей постараться простить своим там оскорбителям, недругам, да, врагам, если хотите, да, постараться. И вот это всё, всё необходимо. И всё это, я вам скажу, будет легче совершаться, если вот только мы не будем забывать вот этого, с кем мы должны будем соединиться. Ну, а после причастия я как раз сейчас говорил, надо понимать, что это не начало, то есть не конец, а начало только нашей более-менее духовной жизни. Сначала, вот Бог дал другу освобождение. Это бывает такое ощущение, когда даёт освобождение. И вот этим надо воспользоваться прямо. Прямо воспользоваться. И насколько можно, не терять. Не рассеивать его, не разбрызгивать, не разбрасывать это всё. Вот. И, кстати, если человек так будет относиться, то он действительно поймёт слова Псалма. «Вкусите и видите, якоб благ Господь!» Так начинается религиозный опыт. Вот здесь человек может ощутить, кто такой Бог, насколько Он благ, как, какую даёт Он действительно и радость, и утешение, утешение. Утешение почему? Не потому, что я праведный, а потому, что я грешный, и Бог меня принимает. Какая благодарность Богу! И какое действительно радование! Вот так! Когда ты готовишься к причастию, постишься, исповедуешься, вот невольно уже ты, вот, относишься к причастию, как вот к какой-то награде за твою труды, вот ты чего-то ждёшь от этого? Ну, надо рассматривать эти вещи просто как искушение, да и всё. Как искушение, как дьявольскую мысль. Это надо рассматривать. То есть это не награда, не дара, а просто лекарство, которое Бог... Конечно! ...в виде нашу немощь, и понимая, что не причащаясь, мы станем ещё хуже, чем мы есть. Это лекарство, которое даёт Бог. Интересно, какой больной, когда хвастался перед всеми, что вот я пью лекарство, которое мне врач прописал! Что, мы врачу угождаем, что ли, когда пьем эти лекарства? Смешно даже! Как будто врачу это надо! Хвастаться, что эти таблетки глотаем или уколы. Да чего же тут хвастаться? Ну, просто смешно! Это просто средства, которые нам помогают. Помогают в чём? В выздоровлении. Вот что такое все таинства Христовы. Но здесь нужно быть осторожным. Не рассматривая причастие, что оно будто бы само по себе уже может принести нам вот то, о чём мы говорим. Ничего подобного. Причастие только тогда это приносит, когда есть вот эта база в душе, о которой мы говорили. Вот этот страх Божий – это покаяние, это сокрушение. Только тогда. В противном случае оно, причастие, может оказаться в лучшем случае, если бесполезным. Но есть и худшее. О чём пишет апостол Павел? Оттого многие из вас болеют и умирают. Вот даже как! Это лекарство очень сильное. И как в медицине есть лекарство, которое требует соответствующей подготовки организма перед его принятием, во избежание очень тяжёлых-тяжёлых последствий, так и причастие. Это сильнейшее лекарство. И поэтому к нему, к его принятию, нужно относиться вот с полной ответственностью, о которой вот мы говорили. Достойно причащается не тот, кто всё сделал, что положено, а тот, кто действительно, искренно, от всей души видит себя недостойным. Действительно видит недостойным. Не языком, а всем чувством своим. Вот это ощущение недостоинства, оно является, так сказать, одним из показателей, что можно приступить к святому причастию. А когда слава тебе, Господи, я попастился, я помолился, я уже иду чуть ли не с гордым видом. Достоин. Вот тогда лучше воздержаться. – А многие, наоборот, отказываются от причастия, потому что они недостойны. – Вся суть-то именно в том, они, может быть, не понимают, что такое достойный, что такое недостойный. Вот в чём дело. Я ещё раз почему и сказал. Достойно причается тот, кто действительно видит себя недостойным. Кажется, парадоксально звучит, но это именно так и есть в духовном плане. А те, кто отказывается от причастия, да, я, мол, недостоин, те глубоко ошибаются. Да избавит Бог приступить к причастию в виде себя достойным. Боюсь, что тогда в иуду легко превратиться. Да избавит Бог. Но вот это недостоинство должно быть ощущением внутренним, а не каким-то формальным, когда человек начинает «я вот то-то, то-то, то-то». Да. Если начать перечислять, никто из нас не может достойно причститься. Никто. Просто никто. Потому что если Макарий Великий говорил «Боже, очисти мя грешного, яко никогда же сотворих благое пред Тобою», то чего тогда и говорить нам? Вот. Поэтому суть-то в чём? Не в перечисление, а в состоянии души. А чтобы это состояние души приобрести, необходимо вот то, о чём мы говорили. Вот это страх Божий, вот это чувство покаяния, вот это отсюда молитва настоящая покаянная. Вот. Да, действительно, попаститься нужно хотя бы денёк перед причастием. и воздержаться от многих вещей. Вот. Не так просто это состояние приобрести-то. Его надо приобрести, а не придумать. Вот. Поэтому крайности, как всегда, очень нехороши. Крайности какие? Или начать причаться, забыв об этих условиях, или отказываясь от причастия, так сказать, оправдываясь своим мнимым недостоинством. Мнимым почему? Потому что на самом деле человек не чувствует его недостоинства, а придумывает это в качестве самооправдания. Эти правила не являются каким-то безусловным требованием. Мы же не какие-то законники. Эти правила являются ничем иным, как помощью человека в том, чтобы он мог приобрести вот это вот состояние. Поэтому, конечно, день поста хорошо. Молитвы какие? Молитвы прочитать? Я говорю, пожалуйста. Да. Единственное только что здесь. Как писал апостол Павел, к свободе призваны вы братья, только чтобы свобода ваша не стала поводом к угождению плоти. Вот что мы делаем. Уж очень мы, да, очень мы склонны, склонны к этому. Вот, чтобы не было. Почему и введены эти правила? Они нам, я вам скажу так, помогают, наши елены. Просто помогают. Но, ещё раз говорю, конечно, можно. Задача не в том, чтобы вычитать всё это, а в том, чтобы помолиться. И у святителя Феофана есть хороший совет. Не в отношении подготовки к причастию, а вообще в отношении к молитве. Он говорит, что отведи себе такое-то вот время. Вот такое-то время. И, да, и спокойно молись в это время, не спеша, ничего, а постарайся с вниманием только и покаянием молиться и это время. Можно даже будильник завести взять. Вот сколько вот сейчас тебе определяю, так целый час, например, правил. Ну, не могу. Ну, по причине-абъективному. А полчаса можешь? Ну, не знаю. Ну, ладно, ну, двадцать минут можешь? Ну, ну, ладно. Ну, хорошо, заведи будильник. Спокойно, спокойно помолись. Почитай то, что считаешь, какие молитвы для тебя наиболее удобны. Не спеша, без спешки, без этого вычитывания. Потому что иногда одна минута может оказаться дороже, дороже годов. Годов и десятилетий. Вот так. Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит.